Приветствую вас, давайте разберём ваши вопросы. Попал я в зависимость от мужчины, не я первый, не я последний, конечно, но тяжело живётся. Скажите пожалуйста, как можно выйти из этого? Дела занятий туда не помогают, может помочь только в глобальной, что-то там, полёт в космос, например. Ситуация беда, слабая, человек что-то пустила такое, мысленно ошибался, но так получилось, потому что должно было получиться. Кто-нибудь знает действенный способ выйти из зависимости? Как вернуть себе энергию и не распиляться на другого человека? Вы можете начать говорить о том, что нужно подумать, что всё это ведёт, почему мне это могло быть нужно, что мне не хватает в жизни и т.д. Это всё понятно, но может есть какие-то упражнения, как избавиться от душевной боли? Смотрите, первое что хочется сказать, то что у вас достаточно активный механизм защиты. Ваше масштабное мышление является механизмом защиты попытки расанализировать. Ваша небольшая ирония является механизмом защиты попытки принизить, ну как-то принизить немножко себя. И ваша фраза о том, что вы можете сказать, тоже является механизмом защиты, как и то, что это понятно. Это все механизмы защиты. У нас все направлены механизмы защиты на то, чтобы остаться в этом состоянии, чтобы не выходить из него. То есть вам это состояние выгодно на данный момент. И вот это основное, что нужно понимать, что вам выгодно это состояние. Чем-то. То есть вы хотите из него выйти, потому что вам больно. Но вам это состояние выгодно. И отсюда возникает естественный вопрос, насколько вы, как бы, ну, готовы реально меняться. Сейчас вы, например, говорите о том, есть ли способы избавиться от боли. Способы есть. Это способы. Самый лучший способ – это проживание. То есть самый лучший способ избавиться от боли – это начать ее проживать. Но проживать боль невозможно одной. Делать это нужно с кем-то. Лучше всего это, конечно, делать с психологом. Вот. Тогда вас она, в смысле боль, опустит. Вот. Ну, в смысле будет отпускаться. Потихонечку. Вот. Не сразу, не сразу, конечно, постепенно, но отпускать будет. Вот. А дальше, когда вам станет легче, уже можно будет как-то говорить о том, что вам нужно, можно, хочется, эээээ... ээээ… в себе меняться. То есть, что вы, ну, готовы в себе меняться. Вот. Что вы, что вы можете в себе меняться. Ну, и так далее. Понимаете, да? Какая штука? Вот, примерно, в этом направлении нужно работать, то, что вам сейчас больно, я вас прекрасно понимаю, я прекрасно понимаю, что вам больно, и я прекрасно понимаю, что от боли как-то хочется избавиться, потому что, ну, действительно в боли жить тяжело, но говорить о том, как бы, ну, что такое боль, на мой взгляд особо смысла нет, потому что вы ее чувствуете, и вам это, ну, что называется, ну, для вас это, что называется, сейчас, ну, как бы актуально. Вот, поэтому, на мой взгляд, скромный, на мой скромный взгляд, а, как бы, зависимость, это не то, из чего можно просто выйти и сразу вернуться, вы ведь стали зависимым не просто так, вы говорите, слабый вы человек, что-то допустили, вы не слабый человек, просто у вас есть определенные предрасположенности к этому, то есть вы в эти отношениях, от которых вы стали зависимым, вы вступили в эти отношения, уже будучи, будучи, что называется, ну, в определенном состоянии. А эти отношения просто-просто помогли вам, просто-просто-просто позволили вам себя вот проявить таким образом, проявить то, что у вас было всегда, вот. Поэтому, как вы и просили, о причинах я говорить не буду, самый лучший способ избавиться от боли, это прошить ее, начать проживать ее с психологом, вот, а дальше уже смотреть, что вы хотите в себе менять и как, вот. Если вы, прямо то, чтобы самостоятельно из этого состояния выйти, то самостоятельно из этого состояния выйти нельзя. Никак. Вот. Понимаете, да? Вот. Поэтому, как-то так, какая-то такая история. А на этом все. Я надеюсь, что вам мой ответ был полезен и интересен. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. Удачи. Удачи.